И перед началом видео хочу заметить вам отличную новость. Я таки создал свой собственный телеграм-канал, в котором буду выпускать анонсики, новости, прикольчики и кучу-кучу чего ещё по поводу канала. Так что, если вам интересен мой контент, переходите и подписывайтесь на него, ссылочка в описании. Там мы не потеряемся, а то вроде бы там ютуб хотят отменить, а зеря с вами связь мне вообще не хочется. Ну а теперь к теме видоса. Все мы хоть раз когда-то слышали или играли в Five Nights at Freddy's, и отвергать это глупо. Кто-то проходил оригинальные игры, кто смотрел прохождение, но самые талантливые фанаты создавали свои ФНАФ проекты, и их прозвали ФНАФ пародиями. И это очень классно. Кстати, всем привет. Я думаю, все зрители этого канала проходили или играли также и в ФНАФ пародии. Среди устоявшихся легенд можно выделить и Джок, Кэнди, Джоли, Флампти и много чего ещё. Среди новых и известных можно отметить, к примеру, Грифьяр Шефт Эдспрэйзис. К слову, огромнейшее вам спасибо за ваш офигеннейший актив под обзором этой игры. Вы буквально подняли канал на ноги и очень посетили меня, так что ещё раз всем спасибо. Но сегодняшнее видео не про эти легенды, а про другие. Крутые, но несправедливо забытые в НАФ пародии. Сегодня я возьму 5 проектов, о которых мало кто вспоминает, но может именно этот видос заставит вас вспомнить о них. А в некоторых даже пробудить нотки ностальгии по прежним временам. И на этом я предлагаю закончить вступление и прийти к сути видео. Всем приятного просмотра и поехали. Project Box. Сперва мне хочется начать этот видос с чего у него из пиксельного, с чем нам поможет эта игра. Да, наверное, большинство из вас впервые вообще слышат про эту игру. Хоть в своё время она вызвала определённый ажиотаж вокруг себя. Но давайте поговорим о ней немного поподробнее. Точка начала создания Project Box стал конец 2017 года. Когда некая Мэдисон Мэл заинтересовалась создать свою ФНАФ пародию, что будет происходить где-то между романами Неправильный и Четвертый Шкаф. Или типа того. Да, кто-то реально делает игры по книгам, а вы удивлены? Та же ФНАФ Интезубит, на которую у меня есть свой обзор, основанная также на книгах ФНАФ. Так что это весьма печально, что только Мэдисон додумался дать игру по трилогии к романам. Эта самая разработчица делала и делала игру. Однако, из-за трудности личной жизни, и менее тактичности фанатов, она отменила игру и слила все наработки по ней. Но это не конец нашей истории. Позднее за неё взялась другая студия, и именно она недавно выложила играбельный тизер Project Box. И он неплохой. Есть свои механики, графон не так уж отрежет глаза, скримеры, приемливые. Всего в игре пара ночей. Но если покопаться в игре и таскать секретку, то разблокируются оставшиеся. Если учитывая, что это даже не 20% в будущей игры, то она может выйти вполне неплохой. Жаль только, что про неё все забыли, и вряд ли уже вспомнят. Так что из-за этого я и поместил игру в этот список забытых шедевров. А жаль. Если бы всё сложилось получше, то мы могли бы давно знать и поддерживать этот проект. Но что имеем, то имеем. Five Nights in the Crusty Crab. Вообще удивительно, как эта игра не переросла в мемную. Такая почва была, я бы с радостью позащищался бы в офисе от Гига Сквидварда. Да ладно, шутки в сторону. Эта, так сказать, франшиза, произвела на себя целых три части. Но сегодня мы поговорим только про первую. Так как именно она самозабытая среди остальных частей. Мишка Фредди в Красной Крабе вышла ещё аж 16 февраля 2015 года. И это была не только одна из первых, если не первая, конечно, на ФНАФ вороте, но ещё и первый ФНАФ на Unreal Engine. Так что неудивительно, что тогда она словила популярность. Ведь посудите сами, какие ФНАФы тогда были? Кривая и недоработанная дамка 5-начей на острове Сокровищ, 5-начей в Спарио, который я хотел вспоминать. Ну и первый Флампти Бампти планировался к выходу. Дни через 9. Тогда даже третьего ФНАФа не было, так что это был самый лучший вариант. По названию игры, Ижу понятно, что она основана на губке Бобби и его банде. Сама игра представляла себя ФНАФ 1, с окном по центру фонарём, и до двери на камерах от белки. И что же, для 2015 года, это был шедевр. Графон до тех лет был классный, скримеры адекватные, только карты на камерах нет, а так неплохо, для 2015 года. Если бы это вышло сейчас, то Титаны ФНАФ разгромили бы её в пух и прах. Это, в принципе, и главная причина того, почему она забыта. Игра банально устарела. Если некоторые старые ФНАФы всё ещё неплохо выглядят и живут, то, глядя на Красти Крабс, сейчас хочется только смеяться, а до страха тут, как до луны. Оставшиеся две части и сейчас выглядят классно, особенно третья. Но перед начать в Красти Крабве 1 уже давно и жил свой век, и ушел на покой. Всеми забытое, и мало кем любимое. Зоус Найс от Рэйчелс. Этот список был бы неполным без этой игры. Хоть эта игра и произвела фурор в своё время, и в неё много кто играл, однако сейчас её редко кто вспоминает. И вот почему. Она была выпущена ещё в далёком 2016 году Никсоном, легендой FNAF комьюнити, который позднее сделал свой легендарный T-Jox 3-мод. Но сейчас не о нём. В своё время Рэйчелс выглядело просто как конфетка. Да и сейчас играется неплохо, в чём заслуга Unreal Engine 4. Геймплей игры сначала может сильно запутать кучей разных точек перемещения и отдельным гробом в другой комнате с кошмарной марионетой, чем внутри. Страшно, очень страшно. С аниматрониками тут большое разнообразие. Меха не хватает, скримеры реально классные. Так почему всё-таки она забыта с такими-то достоинствами и качествами? Тут всё очень просто и очевидно. Её банально переделил T-Jox своим хайпом, проработкой и геймплеем. Только из-за этой игры при упоминании Никсона тут же вспоминают DJI в Creation. А Рэйчелл отходит на 5-й или 6-й план. А жаль. Ведь игра до сих пор выглядит очень классно переработанная, в отличие от 5 ночей с губкой Боба. ФНАФ Симулятор. Да, я для этого видоса решил достать и такую игру. По факту, эта игра не является привычным нам ФНАФом, что и так понятно. В ней мы можем самостоятельно управлять аниматроником. Если в каких-нибудь старых симуляторах мы просто переносили ПНГ картинки аниматроников с камеры на камеру, то тут у нас полноценная 3D, и мы можем пойти за аниматрониками куда угодно. Всего в игре свыше 20 аниматроников, начиная с первой мешки в Рэйде, и с под до 6-го, плюс ФНАФ 8. И все они имеют собственные механики, например, запуске к святой ячейки, или сбирание на потолок у Мангл. И всех этих маскотов нельзя сразу использовать, только купить за валюту, которую можно заработать за выигрыши. И в это реально интересно играть. Правда, система валюты тут немного имбалансна. Ведь за одну катку можно заработать монет на покупку всех аниматроников из первого ФНАФа, ну или одного из шестого. Так что это может и не шибкая проблема. Вообще, в игре очень классно управлять дежуренным роботом, слышать их тяжелые жаги, кусать охранника и послать его нахуй в случае неудачной попытки. Даже на моем ведре, который даже Индигапарк не смог нормально подтянуть, эта игра отлично управляется на средних настройках с хорошим фпс. И это ли не прекрасно для такой игры? И это все реально заинтересовало игроков. Лайсплей ютуберов собрали хорошую кассу. Да и страницу самой игры на геймджол посетили аж 6 миллионов раз. Что даже больше, чем у всех игр серии ФНАК. На минуточку, одно из самых известных ФНАФ пародий. И это ли не достижение для симулятора? Но увы, весь этот хайп был год до Эдак 4 назад. Последний обновок выходил аж 3 года назад. И то это была дамка версии 3.0. Сейчас я уже ой как редко слышу, вспоминаю про эту игру. И это печально, ведь это реально одна из наилучших ФНАФ пародий. По крайней мере, в своей сфере уж точно. Последней игрой на сегодня будет Синистер Трумойл. Я был просто обязан его вставить, несмотря на плохой для игры финал. Но во всем по порядку. Игру началось создавать в 2016 году, некий The Sparky 556. И для тех лет это был мега амбициозный проект. С тех годов я не переполнил хороших игр с 3D перемещением, кроме игры в Фазбернайтморс. Но это отдельная тема для разговора. А эта игра представляла себя очень красивый и качественный продукт с зубастыми монстрами. Всего для игры вышло аж 7 демоверсий, чему позавидует даже первый предсосед всего кучу альф и бета-версий. И эти демки были разнообразными. В одной мы могли походить за Фредди, в другой сами поиследовать разрушенную пиццерию и посмотреть на Фредди, Пони, Чеку и Фокси по сопьянке. А в последнем, мы управлялись самим Спрингтрапом, мистером... И, к огромнейшему сожалению, один Спарки не смог потянуть такую масштабную игру, в которую он планировал добавить целый мультиплеер и передал право на нее Ангусу, ой, Ангусу WW, который уже смог довести дело до конца и выпустить свою синестру Турмойл, Северс, в котором бегом по канализациям от синестра Мангл и Кекса. И вышло реально неплохо, я играл в нее и знаю, о чем говорю. Но все равно, это далеко не то, что должно было выйти от Спарки. В Северсе был огромнейший потенциал, но Дин Мангл и канализация с геймплеем минут на 20 очень мало. И именно из-за этого игру в свое время немного покритиковали, попугались и забыли, несмотря на то, что где-то в этом году должно выйти масштабное обновление. И вот за это реально обидно, игра могла подъяснить с собой сам Тиджок, ведь она имела в себе огромнейший потенциал, который не смогла адекватно реализовать. Оригинальная игра была отменена, а по бегушке от Мангл выглядит неким огрызком нечто большего. И вот из-за этого ее почти все забыли. И мне реально от этого грустно. Такую игру могли получить. Эх. Ну что же, на этом, я думаю, можно и подводить итоги. Все затронутые сегодня игры, безусловно, очень хороши. Некоторые из них были революционными для своего времени. Но, увы, череда не самых лучших обстоятельств, не дали этим проектам закрепиться на пятисталах лучших ФНАФ фан-игр. Часть из них устарела, некоторых предавили более хайповые конкуренты, а небольшую их долю настигла отмены или неиспользование огромного потенциала. Так что, давайте мы будем вспоминать эти проекты добрым словом, хоть иногда, чтобы эти работы фанатов франшизы ФНАФ не были окончательно погреблены в могилы. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поддержите видос лайком, а по желанию и подпиской. До первых тысячи подписчиков на канале осталось буквально один шаг, и давайте все вместе сделаем его. Когда-нибудь снова увидимся. И помните, что надо отдавать данные уважения первопроходцам в своей сфере, и никогда их не забывать. Субтитры создавал DimaTorzok